Друзья, всем привет! Сегодня у нас на канале кофемашина от компании Melita Café Soul & Milk. Кофемашина предоставлена частным лицом, поэтому этот обзор будет максимально объективный, если он таковым может быть, ну с моей точки зрения. Смотрим обязательно до конца, подписываемся на этот канал и не забываем поставить лайк. Что в сегодняшнем выпуске? Сегодня не буду разбивать выпуск на кофейную часть, молочную, все сразу. Все посмотрим сразу, но при этом выпуска будет два. Что будет во втором выпуске про эту кофемашину, я сейчас прямо вам не расскажу, пусть это будет небольшим секретом. Смотрите, пожалуйста, до конца и узнаете сами. Я буду пока вам рассказывать про то, как машина выглядит, какие у меня они впечатления, что понравилось и что не понравилось, и параллельно готовить кофе. Нажимаю на кнопочку приготовить кофе. Машинка начинает его смалывать и готовить. Значит, что я хочу про нее рассказать. Первое впечатление, как только я вытащил эту машину из коробки, ну даже она была не в коробке, в какой-то упаковке, вот, то она такая маленькая и компактная, она реально очень узкая по сравнению с другими кофемашинами и сразу появилось желание как бы ее потрогать, знаете, вот такое, как будто бы какая-то, ну полуигрушечная кофемашина и захотелось ее реально подотрагивать до нее, понажимать на кнопочки, засыпать туда кофе, повключать что-то, вот, то есть вот, вот какое-то у нее такое притяжение сразу есть. Как это связано, с чем связано, не знаю, но скорее всего, всего это именно ее размеры, то есть она очень узкая, при этом она вытянута вглубь, то есть нужно для нее пространство. Поставил машину, налил воду, кстати, воды сюда помещается, вот здесь вот емкость для воды находится сбоку, здесь помещается всего лишь один литр, то есть она небольшая, но сделана качественно, все, вопросов нет и ручка довольно такая упругая, все хорошо. Здесь с обратной стороны загружаются кофейные зернышки, находится кофемолка. Первое, с чем столкнулся, не смог сразу разобраться, где находится регулировка помола. Для этого нужно снять вот эту боковую дверцу и там вы найдете регулятор помола. Он очень маленький, буквально там три положения регулировки этого помола, поэтому сразу ставьте самый тонкий помол. Значит, смотрите, я приготовил чашку эспрессо. В принципе, она выглядит неплохо, то есть нормальная чашка эспрессо, но на это понадобилось какое-то время, мне пришлось повыбирать кофе для этой кофемашины. Что я готовлю сейчас? Значит, нормально готовится только кофе более темной обжарки, то есть такая прям средняя обжарка вываривается слабо, то есть реально из 100% вы получаете процентов 70% вываренного кофе, 30% просто нет в чашке. Но я не хотел добавлять кофе с робустой в эту кофемашину, просто постарался найти какой-то для нее продукт, и вот такой продукт я нашел. Этот продукт производится компанией Сорса, то есть моей компанией, и этот кофе называется Джим Бар, он имеет чуть более темную обжарку. Давайте продегустируем кофе. Ну, приятный кофе, насыщенная довольно чашка получается, хорошая кислотность, то есть вот вкус очень интересный в кофе, то есть она как-то, все в ней есть, все раскрылось в определенной степени, не супер яркое, и вот если говорить про этот кофе, то скорее всего и кофемашина выварила процентов 20 этого продукта, тоже не на 100% она не вываривает этот кофе. Но, что в принципе для бытовой кофемашины неплохо, и это немало, но все равно недостаточно. Поэтому сразу говорю, что любой кофе на ней сварить не получится. Все, что с робустой, ок, варится нормально. Все, что обжарка средняя плюс и ближе к темной, ок, варится нормально. Если вы взяли среднюю обжарку, то чашка получается такая недоваренная, слегка такая водянистая, светловатая крема появляется на поверхности этой чашки. Сама кофемашина устроена очень просто. Здесь, ну, просто примитивно с ней разобраться. Почему? Потому что всего три кнопки. Первая кнопка это приготовление кофе, при том один раз нажали, это одна порция эспрессо, два раза нажали, это две порции эспрессо, соответственно. Значит, крайняя кнопка справа, это кнопка пара, то есть вы включаете и переводите кофемашину в режим пара. И средняя кнопка, это у нас кнопка регулировка крепости зерна. То же самое для того, чтобы готовить кофе, здесь я поставил крепость максимальную, то есть дозировка у кофе будет максимальная. Таблетки при этом красивые, я их подсниму, вам обязательно покажу. То есть они довольно хорошие, большие шайбы. То есть здесь стоит стандартное, не укороченное, стандартный варочный узел компании Melita. И в общем-то, по идее, все должно вывариваться хорошо. Но, видимо, не хватает нормально развить кофе, не хватает степени регулировки помола, для того, чтобы нормально развить вот эту чашку кофе. Поэтому чашка кофе даже при темной обжарке вываривается процентов на 80. Из положительного здесь есть некий такой характер. Ну то есть кофе получается вкусный. Короче, он другой, но при этом вкусно. Ну то есть что-то негативное сказать в сторону конкретного вкуса кофе не могу. Какие-то вывариваются реально позитивные ноты. Может быть, вот внешний вид кофемашины на это влияет. Если говорить вообще о качестве сборки в целом. Смотрите, все в целом собрано нормально из недостатков. По идее, эта кофемашина в первую очередь рассчитана на приготовление именно порции эспрессо. Но при этом здесь есть ограничение, ниже вы опустить не можете. То есть достаточно приличное расстояние до чашки эспрессо. Если вы берете стандартную чашку эспрессо, это стаканчик, он выше, чем чашка эспрессо. Чашка эспрессо еще ниже. При минимальном, скажем так, объеме кофе вы реально получаете 25-30 мл кофе. Ну и соответственно дальше до очень большого объема можете регулировать вот этим простым регулятором. Вы получаете то количество кофе, которое вам необходимо. То есть если вы любите там прям большую чашку или большую кружку, просто повернули, нажали на кнопку. Где-то для себя запомнили это положение. С одной стороны такая примитивная штука, но с другой стороны и пользоваться просто. И три кнопки всего на панели. Очень легко управлять кофемашиной. Здесь вы можете проводить чистку кофемашины. Здесь вы можете настраивать регулировку температуры через три эти кнопки. Здесь вы можете устанавливать специальный фильтр даже в емкость. Ну в общем все что есть в стандартной кофемашине здесь есть. Я детально на этом устанавливаться не буду. Я приложу под этим видео файл. У меня есть подробная инструкция. Почитайте сами. Те кому интересно, вы можете его скачать спокойно и им пользоваться на русском языке. Все очень, тут такая довольно грамотная инструкция. Это прям регулировка температуры и все в подряд написано как это делать. Все это делается вот этими тремя кнопками. Довольно легко и просто. Итак, из внешних что недостатки? Не сильно низко опускается вот эта часть для подачи кофе. Вот здесь топорщица панель. Она не плотно прилегает и она вот с этой стороны не плотно прилегает. То есть она оттопыривается вот в эту сторону. Машина выглядит очень хорошо. То есть она с пробегом, но здесь небольшой пробег. Видно, что ее очень аккуратно пользовались, что ее правильно эксплуатировали. То есть вот каких-то таких, знаете, ни царапин, ни чего-то такого глобального на ней нет. Вот. Вот это тоже проблема есть. Так, в целом, пластик сделан неинтересно. Он глянцевый, но все равно сделан интересно. Хочу отметить вот эту металлическую подставку. Она не сильно поцарапалась. Вот обычно в кофемашинах она царапается очень сильно. Значит, из положительного еще. Вот этот вот поддончик, в который сливается, или капли сборник, как его называют, и сбрасывается отработанной таблетки, он очень глубокий. Сначала я подумал, что это очень круто, что он очень глубокий. Значит, можно длительное время не выливать оттуда капли. Но на самом деле так конструктивно она сделана, что и сливы воды через обратный клапан, они тоже довольно приличные. Поэтому все равно, как вы сварили примерно 10-12 порций кофе, вам все равно придется это все дело выбрасывать. Здесь засыпаются кофейные зерна. Заваривать молотый кофе в этой кофемашине вы не можете. По эспрессо, в принципе, все. Давайте перейдем к молочной системе. Почему я решил в одном выпуске все сделать? Потому что здесь молочная система довольно простая. Вы включаете на кнопку пар. Вот здесь он включается. Кстати, индикация тоже приятная. Здесь все мигает, значки показывают, что нет воды. Показывают, что здесь нужно выбросить таблетки кофейные. Показывают, что когда вы переводите кофемашину в режим пара, все это дело прекрасно здесь работает. Значит, смотрите, как здесь устроена эта насадка. Она откручивается, ее можно снимать. Вот сейчас я ее скручиваю. И она состоит из двух частей. То есть ее можно разобрать. Вот трубка и вот такой пластиковый наконечник. То есть можно разобрать и все комфортно очень помыть и обратно обоставить. И на самом деле из положительного хочу сказать, что вот эта трубка металлическая, она довольно длинная. То есть она приличной длины и очень удобно пользоваться ею. Но сегодня я не буду взбивать молоко в питчере. Что такое питчер? Это специальный металлический сосуд для взбивания молока. Сегодня я это буду делать вот в таком вот стеклянном стакане. И причину этого вы сейчас поймете, почему я так делаю. Значит, смотрите, когда перестала кнопочка мигать, можно, в принципе, опускать трубку и открывать вот эту штуку и спокойно взбивать молоко. Обратите внимание, что звук довольно странный. Он не такой, как обычно у всех других кофемашин, которые я здесь делал обзоры. То есть он вот такой, извините за выражение, слегка такой пухающий, если сказать, культурно. То есть нестандартно такие вот прям слышны вот эти вот пузыри. Реально, поэтому... Но с этим я ничего сделать не могу. Я скажу так, что уровень шума в этой кофемашине, в принципе, средний. Но когда вы взбиваете молоко, он просто здесь дикий. То есть громкость очень сильная. Это реально гудит очень сильно. Я думаю, что даже соседи ваши услышат, что вы взбиваете молоко. То есть кое-как взбить молоко я в этой кофемашине смог. Но в большинстве случаев эта пена, она просто начинает резко образовываться. Она вылазит наружу стакана. И она такая, понимаете, ну совсем неестественная такая. Очень некрасиво выглядит. Поэтому что-то взбить в ней молоко с этой насадкой. Каким-то образом подготовить его для того, чтобы сделать капучино. Ну, в принципе, невозможно. Латте макиято можно приготовить. И вот он сейчас готовится. Так вот, что я хотел вам рассказать. И в самом начале ролика говорил об этом. Что? Что будет за вторая часть? Значит, поскольку трубка очень длинная. Поскольку она металлическая. И, в принципе, сделана очень неплохо. Я решил немножко эту кофемашину доработать. Согласовал это с владельцем кофемашины. И предложил ему такую штуку, что я доработаю молочную систему. И вот эту доработанную молочную систему покажу вам в следующем выпуске. И мы с вами попробуем все-таки сделать на этой кофемашине хороший, качественный капучино. Пока что вот это, пожалуй, лучший вариант из того, что можно приготовить. То есть вот пенка такая не очень пышная. Если делаешь пышную, она становится такая очень ватная. И, в принципе, для тех, кто любит латте макиято, вполне нормальный напиток. То есть вполне можно готовить вот такой напиток в стандартной комплектации. Значит, и того, делаю выводы. Вы в последнее время спрашиваете, покупать такую кофемашину или не покупаете. Это все зависит, понимаете, от многих моментов. Возможно, вы просто любите бренд конкретный. И даже при том, что есть какие-то недостатки, они всегда... Не бывает только преимущества и не бывает только недостатки. Здесь есть и положительное, и отрицательное. Из положительного это прекрасный внешний вид. Она неплохо собрана. Здесь довольно простое меню. Здесь, в принципе, приемлемая чашка кофе. Но при том, что вы используете зерна темной обжарки, здесь, в принципе, можно взбить молоко. Здесь такая функция есть. Хотя основная идея направленность кофемашины именно на эспрессо. Потому что, ну, бестолковый здесь стиммер, скажу честно. Маленькая емкость для кофе, маленькая емкость для воды. Это все не такие какие-то значительные недостатки. И вот в таком варианте я бы себе ее не купил, скорее всего. Потому что, ну, тут просто не понимаю. Такая полу-кофемашина. То есть, вроде бы и бренд уже как бы такой серьезный, престижный. Но что-то и там чуть-чуть не хватает. И там чуть-чуть, вот как бы всего по чуть-чуть. Скорее всего бы я ее не купил. Но будет новый выпуск, где я ее доработаю. И вот тогда, возможно, мое мнение поменяется. Но для этого вам нужно прямо сейчас подписаться на канал. И поставить лайк. И нажать на такой маленький колокольчик. Так как кнопочка называется колокольчик. Чтобы вы не пропустили новый свежий выпуск. А сегодня у меня все. Пока-пока. Молоко. Молоко. Молоко.